Дорогие друзья, я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире в чудесном городе Сочи, в легендарной гостинице «Жемчужина» на 10-м юбилейном конгрессе Национального общества детских гематологов и онкологов. У нас большая удача, потому что у нас в прямом эфире в гостях Академии Крумянцев. Александр Григорьевич, доброе утро, прежде всего. Я вас поздравляю. Спасибо. Потому что вы, наверное, тот человек, который совершенно точно, без пафоса, знаете, как сейчас говорят, сделали прорыв в детской гематологии и онкологии. Вот если говорить, как изменилась в целом парадигма за 30 лет в лечении вообще детской гематологии? Ну, нам удалось в течение 30 лет на порядок улучшить результаты лечения пациентов. Если пациенты выздоравливали в 7% случаев в 91-м году, то сегодня в докладах это звучало, выживаемость больных, то есть выздоровление больных превысило 80%. Это большое достижение. Это в Российской Федерации, это не в одном центре, который может быть обеспечен и будет образцово-показательным. В Российской Федерации мы использовали для этой работы два механизма, очень важных. Первый – это международно признанный механизм проведения многоцентровых кооперированных исследований в области рака. Мы их проводим с 91-го года. Такие исследования позволяют исключить селекцию пациентов и селекцию исполнителей. Это очень важный компонент. То есть это достоверный результат на международном уровне. Это самый высокий уровень статистического результата. То есть это говорит о том, что такая методика может быть повторяема. Сейчас 59 субъектов Федерации участвуют в этой работе. Кроме этого, к нам с 2000 года присоединилась Белоруссия, потом последний Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения и так далее. И наша кооперированная группа, она является самой крупной в Европе, уступая первое место в Европе только немецкой группе, группе «Берлин француз Мюстер», такая есть группа, которая намного лет раньше начала такую кооперированную работу. И в мире еще одна группа американская, которая была первой когда-то. И вот эти три группы мы конкурируем, потому что за результаты, потому что... Приятно это слышать. Мы конкурируем. Потрясающе. Да, мы конкурируем по-настоящему, потому что мы разрабатываем оригинальные протоколы, быстро их внедряем, потому что если у нас единый протокол лечения используется у пациентов от Владивостока до Калининграда, то абсолютно понятно, что любое вносимое новшество, оно быстро наступает для всех. Это новшество. И мы быстро транслируем новые технологии для лечения больных. Значит, в отличие от западных стран, мы использовали еще старый советский механизм. Называется он административный контроль. Это очень важный вопрос. Вот как раз наше общество призвано было организовать такую работу. И мы выезжаем в субъекты федерации, встречаемся с руководителями, как говорится, партией народа, губернаторами, вице-губернаторами по социальным вопросам, министрами здравоохранения, главными врачами. Глаза в глаза. Да, глаза в глаза. И говорим им, что это очень важно, чтобы была обязательная социальная поддержка. То есть, что контроль должен быть. Ребята, энтузиасты, которые работают со смертельными пациентами, они должны получить поддержку. И эта поддержка должна выражаться и в преимущественном обеспечении лекарствами, и социальными услугами, и образовательными услугами, и так далее. И это привело нас к результату, к успеху, очень серьезному. Следующая позиция очень важная. Мы уже в 92-м году построили первое отделение трансплантации костного мозга. И сейчас мы делаем в Российской Федерации примерно 500 трансплантаций в год. Уже 500? Да. Вот, 500 трансплантаций в год. А нам нужно делать, ну, следующий план у нас до 2024 года делать тысячу трансплантаций в год. С ума сойти. И потом, я думаю, до 2030 года полторы тысячи трансплантаций. Я объясню, почему это. Это оказалось, что трансплантация костного мозга – это один из видов иммунотерапии, которые помогают тем детям, у которых отсутствуют результаты эффективного лечения. Это как бы вторая фаза лечения. Но для некоторых пациентов с генетическими заболеваниями, ну, например, с такими, как иммунодефициты, значит, эта трансплантация должна быть в первой линии терапии. И это очень важно. В центре, которым я возглавлял в течение 28 лет, именем Дима Рогачева, мы делаем 240-250 трансплантаций в год. Это значит, что каждый день идут трансплантации. То есть, это опять конвейер, такая поставлена задача. Это завод по производству. Сен-Жуц только не делает? Нет. Потрясающе. У нас самый крупный в мире центр детский, который имеет такую активность. 10 тысяч пациентов в год проходят через центр. У нас 2500 операций всех, от нейроонкологических до костей, суставов, трансплантации суставов. 15 молодых хирургов делают все. Шефу 35 лет, доктор медицинских наук, он здесь, профессор Грачев. И мы делаем 250 примерно трансплантаций в год, всех самых современных, самых-самых-самых. И это очень важно, потому что мы это транслируем. Сейчас трансплантируют в Москве уже, помимо нас, детям, Морозовская больница и онкологический научный центр. В Санкт-Петербурге, кроме института имени Раиса Горбачевой, самый крупный наш трансплантационный центр, там и детей, и взрослых трансплантируют. Трансплантация проводится еще в институте онкологии Мепетрова. Трансплантация проводится в центре, значит, в северо-западном научном центре. Такое есть, значит, в Санкт-Петербурге. Значит, трансплантация очень активно идет в Екатеринбурге. В прошлом году они сделали 36 трансплантаций, в этом году будет 50. И мы готовим сейчас новую трансплантационную группу в Красноярске. И этот процесс движется. Я могу только сказать, что это настолько, ну, стало явным такой прогресс, что в программах развития нашей отрасли, запланированной президентом до 2024 года, в программе здравоохранения, будет строиться 40 различных корпусов новых или больниц детских. Так вот, 10 нашего профиля. Александр Григорьевич, вы знаете, вот я вас слушаю, вы один из тех людей, которому всегда веришь. Потому что вот я сейчас смотрю, вот как мы с вами говорили, как вот с губернаторами, глаза в глаза. И глаза горят. Глаза горят, потому что, конечно, пока что прорыв. Не так давно я общался с Андреем Павленко, вы вместе, в общем-то, возглавляете Концерт Фаунд. И как-то мы заговорили, в общем-то, о насущных проблемах, в том числе о проблеме обучения. И, вы знаете, я по-другому, я вспомнил, в общем-то, и как-то речь зашла про Гарвард. Я вот так вдумался, какое количество внутреннего резерва они имеют. И какое количество внутреннего резерва создали вы в 90-е годы. Как у вас это получилось? Я говорю про благотворительные организации. Интересный опыт. Значит, в 89-м году я первый раз профессионально выехал за рубеж. Это была Германия. Она еще не разрушила стену между Западной и Восточной Германией. Я был на территории Восточной Германии, на родине Гёте, в Веймаре, где был конгресс по лечению детского рака. Я в это время был главным гематологом СССР и России. И профессором, и заведующим кафедром. Мне казалось, что я нахожусь на высоте положений. То, что я там услышал, было ужасно. Потому что публика обсуждала вопрос тогда, в 89-м году. Что делать с пациентами, их 30%, которые не выздоравливали. Оказывается, 70% выздоравливали. А я приехал туда с 7%. 7%, да. Понимаете? Это было ужасно. Чего не хватало? Было непонятно. Об этом все известно. Лекарства те же, все то же самое. Оказалось, что мы не владели технологией. А это очень важный вопрос. Например, помещение, в котором находятся дети. Они должны иметь санитарно-генические определенные условия. Важный компонент. Стены, потолки должны мыться. Белье должно меняться ежедневно. И так далее. Я не буду тему это продолжать. И таких позиций примерно 9 технологических, среди которых есть серьезные и неразвитые. Например, нужно организовать службу крови. Потому что тромбоциты, элитроциты, свежезамороженная плазма и другие компоненты, которые будут получены в крови, они должны быть непосредственно сделаны в клинике. Потому что иначе со станцией переливания крови они уже имеют совсем другого качества. Я не буду вдаваться в медицинскую технологию. Но оказалось, что это очень важно. Очень важно. Нужно было все создать. И мы, медленно, шаг за шагом, учась, спокойно абсолютно, без опломбов, мы учились. Не только я учился, но и все мои сотрудники. Это беспрецедентный случай. Все наши сотрудники, все наши сотрудники получили подготовку за рубежом. Но вы потом смогли это имплементировать? Конечно. А ради чего делается? Мы делали для того, чтобы создать то, чего не было за рубежом, используя предприимчивую такую жилку, которая есть у народа нашего. Я хочу сказать, что и когда я выехал за рубеж, и с 90-го года начали уже коммуникировать с нашими коллегами за рубежом, первое, что я увидел там, что самые развитые страны, включая, например, Соединенные Штаты Америки, Англия и так далее, ну, в то время, по отношению к нам, у них у всех были благотворительные фонды, которые собирали деньги для определенных нужд. Ну, например, такой фонд «Лейкемия и соседей Америка». Медийным лицом была Барбара Буш, жена президента Буша. Она потеряла ребенка первого от лейкемии, поэтому она всю жизнь, до конца жизни, возглавляла этот фонд. Этот фонд собирал гигантские средства и так далее. Я не буду эту тему проговаривать, но хочу сказать, что королевский фонд, противораковый фонд, королевский фонд в Великобритании, насчитывает больше 100 лет. Это старая история. Они собирают 150 миллионов фунтов стержингов в год, и часть этих денег тратят и на научные исследования, и на социальные нужды, и так далее, и так далее. Поэтому я, вернувшись оттуда, написал письмо Раджи Максимовне и передал через масс-медиа. Я написал в этом письме, что, уважаемая Раджи Максимовна, все королевские президентские семьи и так далее под опеку ставят ту группу пациентов, которая погибает. Потому что все погибали фактически. И она ответила, как ни странно. Она ответила. И более того, она была инициатором того, чтобы найти первые деньги для нашего будущего бодрительного фонда. И такой фонд мы организовали в 90-м году. 90-й год? Да. 90-й год? С ума сойти? В 90-м году мы организовали фонд, где я был президентом, естественно, так. А Раджи Максимовна была медийным лицом. Однако. Да. И когда, значит, Горбачев оставил пост президента СССР и организовал, ну, такой политический фонд свой, который до сих пор существует, то у этого политического фонда была одна гуманитарная акция помочь нашим детям. Представляете? И 10 лет до смерти Раджи Максимовны я возглавил этот фонд. У нас были филиалы во всех крупных городах России, а также в Германии, в Соединенных Штатах, Великобритании и так далее. И мы собирали деньги, потому что мы у наших людей не могли собрать деньги. Мы собирали деньги за рубежом, которые расходовали прежде всего на образовательную деятельность наших врачей. Потому что были организованы беспрецедентные акции по подготовке врачей вместе с землей Северной Рейн-Бестфалия в Германии. У нас проучено было в Российской Федерации за три года 150 врачей со всех регионов за деньги. Вы апеллируете такими цифрами на то время? Это удивительно. Да-да-да. Но я хочу сказать, что это была удивительная вещь, потому что нам удалось привлечь сюда германский фонд Кер-Германия, Кер-помощь Германия, которая профинансировала и построила у нас 11 центров детской гематологии и онкологии в Российской Федерации. Владивосток, Хабаровск, Красноярск и так далее. Я не буду дальше рассказывать, но они построили эти центры в детских больницах. Мы обеспечили на два года лекарствами, реактивами, оборудованием, аппаратурой и подготовкой кадров. Это все было организовано. Это не просто так сделано было. Мы научились разговаривать со всеми коллегами на одном языке. Александр Григорьевич, я с вами могу говорить бесконечно долго, с удовольствием. Причем, но знаете в чем проблема? В том, что мы совместно с Первым медицинским каналом 10-й конгресс юбилейный перенесем тогда прямо сюда, в прямой эфир. А вас ждут коллеги. Но последний вопрос хочу вам задать. Тем не менее, нерешенные вопросы у детей на данный момент в онкологии. Самые сложные вопросы на данный момент. Я бы так сказал бы, что первый вопрос и основной – это финансирование. Потому что в нашей области лекарственная терапия становится доминирующей, а нож и лучи уходят на второй план. То есть они являются вспомогательными развлечениями. Для того, чтобы каждый ребенок мог выздороветь, мы должны иметь площадку или базу, обеспеченную самыми инновационными лекарствами. Каждый год Food Drug Administration, я имею в виду американская ориентировщая компания, она утверждает примерно 12-15 новых лекарств каждый год. И эти лекарства должны... Оригинальных молекул. Говорят, да, да, да. И эти лекарства должны пройти апробацию, они должны быть внедрены. Проблемой является то, что ребенок... То есть для того, чтобы сказать «да», врачу нужно 7 лет. Потому что мы должны получить отдаленные результаты. Это не как в туалете, дернул ручку. Безусловно. Это длительный процесс, который требует специальной статистики, используемый как раз метод доказательной медицины и прочих вещей. Но мы должны сегодня самые лучшие препараты, которые существуют, сегодня уже иметь. И вот доступ к этим лекарствам, значит, вопросы, связанные с закупкой, потому что мы их не производим часто, являются сложными, которые мы решаем... Основополагающие. Да, мы решаем их по ходу дела, но это непростая ситуация. На ближечки никто ничего не приносит. Я могу сказать, что я уверен в том, что если цель поставлена, то она оправдывает любые средства. Конечно, мы должны ее достичь разными путями. Вне зависимости от того, является этот путь прямым или непрямым. Вот у нас большая группа единомышленников. Вот 10 лет нашему обществу, которое здесь проводится. И мы вместе решаем многие вопросы. Это очень важно, чтобы исчезла позиция центра и периферии, чтобы дети имели одинаковый доступ к лечению, чтобы проекты, которые мы реализуем, чтобы они быстро транслировались в территорию. Например, мы организовали школу для больных детей, имея в виду цель, чтобы ребенок не думал о болезни, а учился. Ну, такая простая штука. Оказалось, что это... Простая, архи-сложная, на самом деле. Это оказалось супер. Сейчас у нас школа такая, которая работает у нас, она продемонстрировала удивительные результаты для педагогов. У нас 87 учителей работают с нашими пациентами. Ребята уже 4 года сдают ЭГЭ. У нас есть отличники, есть люди, которые поступили в университеты. В медицинский, надеюсь? Кто как. Некоторые в МГУ, некоторые, скажем, в разные места. Но самое главное, что родители этих детей, они увидели, что мотивация другая. Мотивация не на болезнь, а на то, чтобы успеть догнать своих сверстников, не отстать. Это новая система онлайн-образования для того, чтобы у ребенка гаджет, учитель гаджет, учитель дает задание, я отвечаю, то есть Пушкин с лицеем своим отдыхают. Потому что такое системное образование, оно уникальное. Мы показали этот проект в России, провели у себя совещание министров образования. Для того, чтобы показать, как это работает, сейчас уже в 30 регионах такие школы организованы в детских больницах. Сейчас мы заняты другим проектом. Проектом социальной поддержки и помощи детям. Государственная. Потому что у нас социальная служба есть, но для взрослых. А для детей нет. Но деньги есть. Вот мы хотим и договорились, уже нас поддержал Собянин и его заместитель Ракова по социальным вопросам. Мы сейчас у себя организуем такую социальную службу с педагогами социальными, психологами социальными, юристами, которые могут помогать семьям адаптироваться к несчастью, которое настигло их в стационаре. Сразу же. Не через 6-8 месяцев, пока они доедут до своего аула или для своего села. А прямо здесь. И я думаю, что мы этот проект как только реализуем, то мы создадим такой прецедент, как социальная служба в каждой детской многопрофильной больнице. И это тоже проект, который даст возможность нам серьезным образом повлиять на выживаемость наших пациентов. Еще одна вещь, которую мы тоже реализовали. Мы 5 лет назад при поддержке президента открыли у себя революционный центр для детей, выздоровевших от рака. И я могу сказать, что сейчас во многих регионах запланированы такие реабилитационные центры. А мы технологию, которую мы разрабатываем здесь, технология сложная. Это технология нейрокогнитивной реабилитации. Вместе с физической реабилитацией мы ее передаем и транслируем в разные места. Самое интересное является то, что эта тема нас свела с ведущим центром в мире, Госпитом Святого Иуды. И у нас совместный проект в области реабилитации детей, выздоровевших от рака. То, что мы вчера и услышали, Александр Григорьевич, вы знаете, мы настолько говорим о сложной теме, вроде бы, казалось бы, детская онкология, гематология. А вот как-то улыбка не сходит с лица, потому что, вы знаете, мы вам хотим пожелать самое главное здоровья. Потому что вы локомотив. Вы локомотив, и вот я верю, все то, что задуманное, оно непременно сбудется. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Хорошей работы. Спасибо.